Друзья, с большим удовольствием я вам представляю полковника запаса вооруженных сил Украины, летчика-инструктора, с нами на связи Роман Светан. Роман, здравствуйте. Приветствую, желаю здоровья. Спасибо большое, Роман, это всегда взаимно, ну и тем более я очень люблю, когда мы именно с вами делим или разделяем вместе с нашими зрителями хорошие новости. Вооруженные силы Украины освободили Работину на Запорожском фронте, передает медиа-центр Министерства обороны со ссылкой на замминистра обороны Анну Малер. По ее словам, вооруженные силы Украины продвигаются в сторону Новопрокоповки и очередоватого, несмотря на яростное сопротивление врага. Ну и освободив Работина, вооруженные силы Украины фактически прошли ту самую первую, самую укрепленную линию обороны оккупантов. Российские милитари-блогеры обеспокоены продвижением вооруженных сил Украины на Запорожском направлении и прорывом линии обороны военных России. Сейчас вы как раз видите все эти паблики на своих экранах. Они прогнозируют, что следующим шагом будет окружение Токмака, мощного логистического хаба вооруженных сил Российской Федерации, после взятия которого открывается дорога на Мелитополь и Бердянск. Мы в своих фантазиях, мы в своих заявлениях никогда не имели права позволить себе такие заявления, как это всегда делает российская пропаганда или их Министерство обороны. Мы дошли, мы захватим, мы всех победим. Мы двигаемся очень сложно, нам это дается непросто. Это проработано, мы с вами, Роман, говорили еще на прошлой неделе. Сейчас только это официально подтверждается. С опозданием, значит, мы еще немножко продвинулись. Так ли все радужно для вооруженных сил Украины, как вот опасаются российские военные корреспонденты? Правильно опасаются, но не совсем все радужно. Дело в том, что достаточное количество еще сил и средств у россиян есть для того, чтобы противодействовать нашему продвижению. У них отрытые линии обороны, их несколько, там по некоторым позициям до пяти, семи друг за другом. Понятно, что мы по ним идти не будем, умный гору в гору не пойдет, умный гору обойдет, потому и мы начнем обходить. И оптимально идти как раз не так, как даже те же российские паблики рисуют, не на Токмак и Мелитополь, или на Токмак и потом на Бердянск. Нет, оптимально идти так, как сейчас видно, уже продвигаются украинские войска. То есть мы идем от работы на юго-восточнее Токмака, как раз на место пересечения железной дороги, причем ближайшее место к железной дороге, которое идет от Волновахи, Волноваха, Черниговка, Токмак. Это основная ветка, по которой в свое время россияне и сейчас перебрасывали военную амуницию. Потому пересечение этой ветки в районе Токмака как минимум отрежет где-то половину поставок продукции на Токмак военной. Естественно, дальнейшее продвижение в сторону, опять же, не Мелитополя и не Бердянска. Где-то посередине, в район Приморска, есть там такой городок. Вот в район Приморска общее движение на Азовское побережье пересечет следующую трассу. То есть наше движение пересечет трассу Бердянск-Токмак. Это уже шоссейка. Останется одна с Мелитополя на Токмак. Но после выхода на трассу Бердянск-Токмак мы уже будем держать под огневым контролем и трассу с Мелитополя. Потому Токмак будет, скорее всего, обходиться восточнее. А это значит, его будут брать в оперативное окружение как минимум по трем направлениям. И это уже выведет его в довольно-таки неприглядное положение. Потому россияне, скорее всего, как только мы начнем проходить траверс Токмака, то есть между Токмаком и Черниговкой, они будут принимать решение об очередном исходе. О очередном исходе из Энергодара, это Чернобыльская атомная, то есть и может быть и об исходе из Токмака в том числе. Потому что дальнейшее движение в сторону Азовского прибережья переведет практически всю Запорожско-Херсонскую группировку россиян в оперативное окружение. Ну посмотрим, как будут развиваться события. Дело в том, что это же перерезать, допустим, те же сухопутные коридоры, это не ножом масло резать. То есть это совсем другие механизмы. Вот сейчас мы вроде как прошли Работина. Работина прошли, но дело в том, что дальнейшее движение сейчас у нас будет сковываться фланговыми проблемами. Нам надо расширять фланги, то есть расширять этот плацдарм где-то на полтора-два десятка километров по ширине, для того, чтобы можно было уже таким широким уступом заходить и двигаться дальше. Иначе, опять же, фланговыми ударами россияне могут нашу головную колонну отсечь от поставок, беря ее под полный оперативный контроль с запада и с востока. Ну, об этом знают прекрасно наши командиры, генштаб. Я думаю, мероприятие, которое сейчас проводится, движение не только на юг, а вот мы слышим движение еще и на восток от Токмачки на восток. Это как раз для расширения как минимум восточного фланга. То есть расширение и укрепление восточного фланга. Это на движение в сторону Гуляеполя и в сторону Времевского выступа. То есть вот такое расширение горизонтальное, можно так сказать, если по карте смотреть с запада на восток, она тоже сейчас будет проходить в таком, можно сказать, галлопирующем режиме. Так как двигаться вдоль российских укрепрайонов проще, по крайней мере, чем их пересекать в поперек. То есть движение будет уже быстрее. Ну посмотрим, я думаю, в ближайшую где-то неделю до Ж-20. То есть где-то, наверное, дней 10 у нас осталось. Вот за эти 10 дней произойдут довольно-таки серьезные изменения на фронте. Я думаю, будут введены оперативные резервы. Мы увидим уже такое серьезное продвижение в сторону этой железной дороги, о которой я только сейчас говорил, с Черниговки на Токмак. Ну вот интересно, что вы вспоминаете про оперативные резервы. И сегодня мне уже попадались на глаза материалы, где было сказано, что они действительно на юге водятся. О чем идет речь? Воскопоставленные представители НАТО и главнокомандующие украинской армии генерал Валерий Залужный провели встречу на секретной базе на границе Польши и Украины. Об этом написала The Guardian. В ходе пятичасового совещания, в котором участвовал командующий британскими вооруженными силами Тони Радикин, генералы решали, как ускорить контрнаступление вооруженных сил Украины, ну а также начали планировать боевые действия в зимний период. Об итогах встречи известно мало, признают военные источники издания. Однако после совещания стратегия вооруженных сил Украины изменилась. Я думаю, вы можете видеть, что они фокусируются на запорожском направлении, отметил один из источников. Я напомню, Роман, нашим зрителям, что всю прошлую неделю западная пресса писала следующее, что, мол, вы не так воюете, неправильно. Вот у нас же есть какой-то непонятный мифический большой опыт такой войны, поэтому мы вам советуем восточный регион или восточный фронт оставить и все кинуть на Запорожске или ближе к херсонскому направлению, бросить все свои силы. Сейчас все начинают писать о том, что как будто бы эту тактику услышали, и действительно вот она немножко видоизменилась. Хотя это только вы, так как военный чек можете или подтвердить, или опровергнуть. Но в том числе сегодня уже, значит, западная пресса пишет, о, в Украине нас услышали и приняли во внимание. Хотя на самом деле все эти советы давали самые обыкновенные военные корреспонденты и так далее. То есть не вот такие, как Тони Радикин, например, выходили, или Милли говорил, что вы воюете неправильно, а, значит, там, те эксперты, которых привлекают в средства массовой информации. Действительно ли, если резервы были введены на западном направлении, можно предположить, что это какой-то компромисс между тем, как введение войны видят НАТО, натовские генералы, и то, что на самом деле у нас происходит на земле. Ну и вообще сама постановка вопроса еще и планировать боевые действия на зимний период. Что они могут действительно такое посоветовать, не имея опыта такой войны? Дело в том, что планирование на зимний период однозначно начинается летом. Готовь санки зимой, это же не просто так, и про армию, это так же самое. Готовь санки летом к зиме, это и про армию в том числе, потому однозначно где-то в районе августа, сентября уже проводятся совещания для принятия решений по финансированию определенных закупках, по подготовке личного состава к новым видам вооружения, если они будут по заявке по новым видам, либо по увеличению поставок. То есть это целый процесс, который начинается летом к зиме. Подготовка здесь ничего необычного, по крайней мере, точно нет. И тем более ничего секретного. Потому когда говорят, что проведено секретное совещание, об этом пишут источники. Либо совещания не секретные, либо источники ненадежные, одно из двух. Либо одно, либо другое. Военные не всегда собираются для того, чтобы какие-то великие дела решать. Иногда просто друг на друга посмотреть, пообщаться, вспомнить что-нибудь, или поувидеть, или рассказать, или поделиться. То есть не обязательно какими-то там моментами именно принятия решений. Хотя у нас постоянно должны идти, однозначно идут контакты ежедневные, а то и ежечасные с нашими партнерами. Так как любое движение такого уровня, широкомасштабные наступательные действия, они требуют постоянного контакта, постоянной обратной связи. Без обратной связи очень сложно организовать систему поставки боеприпасов с плечом в 2000 километров. Потому что тут однозначно у нас есть эти контакты, еще раз повторю, чуть ли не ежесекундные. Ну а выехать где-то, допустим, водки попить, пацаны это могут в этом смысле. Это я уже про генералов говорю, они тоже иногда пацанами бывают. Поэтому тут много таких положительных в этом смысле моментов. Что именно после этого изменилась какая-то тактика, я бы не сказал. Все это так и где-то и планировалось удерживать на Луганском, Донецком направлении россиян, связать их боями, а наступать на Запорожском направлении, что нового. Мы об этом говорим, по-моему, как минимум полгода. Это не только мы, это общая тактика, она стратегия, понятно, выход на Азовское побережье. В принципе, распределение внимания, но опять же, распределением внимания и переброской сил, средств занимается Генштаб. И это все согласно замыслу главкома здесь на ходу уже вряд ли кто-то вмешается. А вот помочь могут, то есть вот что я, допустим, увидел, после последние несколько недель, может быть, неделя-полторы, это точно увеличилось количество огневого поражения, которое мы наносим врагу на участках фронта, причем на всех участках фронта, и на Запорожском, и на Луганском, и на Донецком. То есть, скорее всего, подошли какие-то дополнительные силы, средства, дополнительные, может быть, боеприпасы. Хорошо отзываются и о кассетниках, уже мы неоднократно об этом говорили, о кассетниках, и мы запрашиваем уже М-26-е ракеты, сейчас есть положительная информация по ним, к Хаймерсам тоже кассетные боеприпасы, только в 10 раз мощнее и больше количества суббоеприпасов в одной ракете. И появились джедамы, уже россияне там вешаются от наших авиабомб, которые доходят до линии фронта, а с ними бороться очень сложно. Одно дело, допустим, это если можно как-то системами радиоэлектронной борьбы, рэп точечной, увести ракету или авиабомбу, управляемую с какой-то точки в глубине фронта, и другое дело вдоль всей тысячекилометровой линии фронта расположить систему радиоэлектронной борьбы. Это просто нереально. Значит, авиабомбы будут по первой, по передней кромке фронта, по первой линии, по первой и второй линии будут работать. И вот сейчас уже появилось достаточное количество джедамов, то есть это обвесов для наших авиабомб, это крылышки так называемые, которые сделали из них корректируемые планирующие авиабомбы. То есть есть такие положительные моменты. Это было связано там с совещаниями или это поточный момент постоянный, это уже не важно. Главное это, что есть. И сейчас усилилась скорость движения украинских войск и в районе Работиной, и на других участках фронта. Сейчас такая положительная динамика, причем она везде наблюдается. Да, мне только кажется, Роман, что все-таки пиль не водку. Если мы говорим о том, что там принимал участие еще и командующий британскими вооруженными силами Тони Радикин, я думаю, что был, наверное, тогда односолодовый виски, это больше британцам близко, а вот водку пьют в Москве, потому что у них же там что ни день или что ни неделя, то все-таки испытания. Там абсолютно все стабильно остается, атака дроманов, работа противовоздушной обороны, ну и, конечно, их любимый план-ковер. На этот раз утверждается, что беспилотник якобы сбили в пяти километрах от вертолетного завода в Люберцах. Ну и отдельно скажу для наших зрителей, даже сама королева российской пропаганды, Маргарита Симонян сегодня написала, что уже второй раз за одну неделю не так далеко от ее места проживания сбивают, в общем-то, беспилотник, все никак не могут долететь. Тут какая история, Роман? С одной стороны, у нас есть заявление о том, что, как писала западная пресса, что удары по Москве — это история с тем, чтобы поднимать такой адреналин и настроение для украинцев. Мол, достается и им. С другой стороны, в своем свежем интервью президент Украины Владимир Зеленский сказал, что война не может перейти в буквальном смысле на территорию Российской Федерации, потому что тогда мы останемся одни. Нравится нам это или не нравится, но там ведь действительно есть такая позиция наших западных партнеров, что все, что они дают или все, что происходит, должно остаться у нас, мы здесь должны побороть и уничтожить российскую армию. Тогда получается, что это какая-то биполярка. Дроны летят, но при этом мы как будто бы не воюем на их территории. Что за этими атаками стоит, ну кроме того, что мы с удовольствием читаем посты Маргариты Симонян, которая плачет, что в 4 часа ночи она, бедная, проснулась от шума? Ну, скорее всего, сейчас идет такой подготовительный процесс. Дело в том, что для того, чтобы управлять дронами с дальностью в 500-700 километров, но это же надо научиться. Во-первых, надо произвести дроны, нужны системы управления, нужны операторы, которые этими дронами управляют. Потому, я думаю, мы сейчас на начальном этапе обучения даже, может быть, всей системы. Это целый комплекс, это не сидит какой-нибудь один человек и смостырил на колени беспилотник, и им забрасывает Москву. Хотя это тоже не исключает. Всякое может быть именно так, только с другой стороны, откуда, с Урала может быть. И такие есть умельцы. Среди россиян тоже хватает. Хотя, исходя из того, что видят россияне, снимают и фотографируют, и сбивают в том числе, скорее всего, это наши бобры, летающие бобры. Это Гуровская разработка. И они работают по Москве. Точки входа, они уже видны, понятны. То есть, общее направление с запада на восток. Дальность у этих дронов могут достигать 500-700 километров, потому, скорее всего, это все даже не запускаются с украинской территории. Хотя некоторые удары, особенно коптерами по аэродромам, они точно производят с территории России. Это значит, либо группы заходят в наши ДРГ, либо уже внутренние есть резервы в самой России, которые выполняют. Но вот эти удары именно по Москве, по военным объектам в Москве, это пока только пристрелка или вот первый этап. Это называется. Мы еще не начинали. Реально не начинали, потому что дальность этих дронов довольно-таки большая. Это сложный дрон, это не простой дрон. Это сложный дрон, который надо изготавливать. Естественно, надо научиться им работать. Ну, а после того, как научимся, уже, наверное, пойдут такие волны дронов, как вот сейчас это видно, работаем уже и по Крыму, и по ближнему, по ближним аэродромам к Украине. По Ростовской, Курской области, по Воронежской области. Ну, там дальности до 200 километров. А 500-700 это довольно-таки, с дальностью до 200 километров есть прямое управление дроном. То есть даже если серьезная станция, она может прямо дроном управлять или, допустим, через ретранслятор. А вот уже дальность 500-700 километров, это уже управление дроном. Либо дрон идет по GPS-координатам, либо у него прямое управление, но со связи со спутником. А это уже сложновато, то есть это уже серьезная машина, которую, ну, еще надо научиться, там есть определенное время задержки, пилотировать даже сам дрон на таком расстоянии с прямым управлением очень сложно. Потому, я думаю, впереди еще такие серьезные атаки по Москве, если еще кто-нибудь гуру перечислит, как вот киевляне, город администрация перечислила на дроны несколько миллионов гривен. То есть если найдутся такого рода спонсоры, так там веселее пойдет работа, и там Симоньян будет, наверное, не то, что каждую ночь, а каждый час подрываться, чекиниться возле взрывов. Да, ну, знаете, как с другой стороны, пока вы говорите, кто-то только учится и пристреливается с этими беспилотниками, есть действительно потрясающие результативности эти истории, где они уже применяются, и, да, действительно, дистанция, она тоже очень важна. 16 дронов Камикадзе атаковали накануне аэродром в Курске. Как сообщают наши источники, Курский аэродром ночью атаковала военная контрразведка Службы безопасности Украины. Дроны Камикадзе отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МиГ-29. Также среди пораженных целей радары комплекса С-300 и два панциря. Почти все беспилотники Службы безопасности Украины долетели до своих целей, судя по тому, что даже сами россияне зафиксировали как минимум 13 взрывов, наша украинская Бавовна получилась впечатляющей. Значит, давайте напомним, Роман, нашим зрителям, что, как бы, мягко говоря, панцирь должен был бы, вроде, защищать этот аэродром и не только. Бесконечно. Это не первая история. На прошлой неделе, вот на этой сейчас, мы видим, что подбиваются российские самолеты, и очень важно, подбиваются не в воздухе, а прямо на аэродроме. И еще в прошлом году, когда впервые там на Энгельс прилетала, и не только, было удивительно, где же система противовоздушной обороны. Ну и тогда это объясняли тем, что россиянам казалось, что они так далеко и настолько защищены эти аэродромы, что, ну, что ж там, передвинули эти установки противовоздушной обороны, и достаточно. Сейчас они точно знают, как далеко мы залетаем. По-разному, когда эффективно, когда менее эффективно, когда нас забивают, но тем не менее. И здесь снова такой результат. Что за этим стоит? Я так понимаю, что все равно нужно еще дождаться подтверждения спутниковой снимки, что там уничтожено и что подбито. Но факт остается фактом, что беспилотники долетели. Ну, дело в том, что по Энгельсу в прошлом году работали, это стрижи, это тушки, ТУ-141. Это такой сарай с крыльями пятитонный. То есть его не заметить, это значит, было полностью отсутствовало ПВО. То есть вообще его не было. Потому что не заметить тушку, ну, очень сложно. Это серьезный аппарат с реактивным двигателем, с системой управления. То есть там до 200 килограмм боеприпасов он может нести. И сам пятитонная машина, околозвуковая скорость. То есть это был расчет на полное отсутствие системы ПВО. Он оправдался, там действительно ее не было. А вот в ближнем, так сказать, радиусе, а это чуть больше сотни километров от линии фронта или от границы, те аэродромы, которые находятся, это та же Белгородская, Брянская, Курская, Воронежская, Ростовская области. Ближние аэродромы, на которых базируются те же Сушки и Миги, это управление, уже прямое управление, скорее всего, дронами. И дроны, которых действительно не заметили российские ПВО. Это говорит о том, что дроны использовались, скорее всего, с малой ЭПР, это малая эффективная площадь рассеивания. Есть такие дроны, там чуть ли не картонные, которые могут нести несколько килограмм взрывчатки. И этого достаточно, допустим, если под прямым управлением, такой картонный дрон с, допустим, двигателем, даже не внутреннего сгорания, с электродвигателем и системой управления, прямой системой управления. То есть камера, которая показывает оператору, куда идет дрон. Прямая система под 150 километров где-то может работать, а с ретранслятором дальше, что зависит от того, насколько хватит электроэнергии для электромотора, ну то есть батареи для электромотора, для того, чтобы дотолкать этот дрон. И вот несколько десятков такого рода, скорее всего, именно такого рода дронов. В свое время, по-моему, в прошлом году, в начале этого года, была информация, что нам такие дроны передавала Австралия. И если, допустим, они стали на боевое дежурство и выполняют боевую задачу, так его просто не видит ни одна система, ни один зенитно-ракетный комплекс. Они просто его не видят. Дело в том, что ЭПР, как у Воробья, наверное, у Воробья больше площадь рассеивания, чем у этого дрона. Потому этими дронами, по большому счету, мы можем вывести из строя все самолеты россиян. Это не то, что уничтожить, или это не ракета с полтонной взрывчатки. Это может быть 2 килограмма тротила, но начиненного, допустим, определенными поражающими гайками, даже простыми. При взрыве над самолетом он выводит самолет из строя, пока его не восстановят, то есть пока не разберут, не расклепают, пока не поймут, куда эти гайки долетели, какую систему перебили. Это выводится из строя самолет на несколько месяцев. И то потом на этом самолете летать, ну, очень стрёмно будет летчикам, понимая, что, может быть, не все гайки нашли. Вот летчик садится на сверхзвуковую машину, зная, что где-то в каком-то месте был взрыв и заход поражающих элементов, и вопрос, он там будет себя чувствовать с таким легким мандражом, по крайней мере. Потому, я думаю, хорошую такую тему нашли контрики еще и для вот таких родоопераций, помимо бэков, которые они сейчас используют, эти си-бэйбики, малыши эти морские. Вот они еще себе тему нашли, полетать захотели. Видят, тоже где-то летчик завелся, вот я уже заметил. Скорее всего, приняли к себе летчика Гуровцы, Буданов, и, наверное, и Кондрики где-то поднашли бывшего летчика, он нарисовал, как правильно, грамотно выполнять боевые задачи. Ну, положительно, молодцы. Знаете, я в этом контексте, конечно же, жду ответных ударов. Ни для кого не секрет, что и этой зимой, или даже, наверное, осенью россияне будут бить по нам снова и снова ракетами, пытаясь положить нашу энергетическую, критическую инфраструктуру. И я, конечно, жду, что это будут удары возмездия с нашей стороны, что и ГУР, и СБУ, находясь в доброй конкуренции между собой, конечно же, будут соревноваться, кто быстрее и точнее долетит до российских энергетических объектов. Ну, а пока, Роман, мы спросили у наших пользователей и подписчиков телеграм-канала «Стрела», можете ли вы принять тот факт, что Украина имеет право наносить ответные удары по Российской Федерации. Вот именно такой вопрос мы сегодня нашим подписчикам поставили. задали, ну и видим, что, по сути, у нас больше всего ответов занимает, больше всего голосов отдали за вариант «на войне, как на войне», что, в принципе, справедливо, чуть меньше 16%. Да, если по Рублево-Успенскому шоссе, мы знаем, что россияне не любят самых богатых, да, вот кто беспечней всего в Москве живет, ну и 14%, да, но только по военным объектам. Собственно, по ним, друзья, только и наносятся удары. Напомним, что вооруженные силы Украины всегда, всегда защищают территорию Украины по правилам. Ну и мы спросили также у жителей Киева, чего, по их мнению, не хватает украинской армии для того, чтобы одержать победу. Что сказали украинцы, Роман, давайте очень коротко услышим. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, вероятнее всего, Украина начнет применять на фронте истребители F-16 уже весной следующего года. Мы спросили украинцев, какое еще вооружение мог бы передать Запад для сил обороны. Нужно любое вооружение от Запада. Оно помогает нашим ребятам, нашим бойцам сдерживать врага. Вот и все. Дадут F-16, хорошо, пусть дают. Но только не языком нужно же к делу переходить. Мне кажется, им не хватает в первую очередь нашей поддержки, гражданских. А так, я не военный эксперт, поэтому мне тяжело судить. Пусть этим занимаются люди, которые лучше разбираются. Но то, чего не будет хватать еще, как мне кажется, очень долго, это понимание военных гражданскими и их поддержки. На самом деле, у Запада есть еще очень много различной техники, которую они могли бы нам дать. Я не специалист в военных вопросах, но все же могу утверждать, что они не передали в полной мере технику и оружие, которое могло бы быть предоставлено. F-18. F-16 уже дают. Пусть теперь дадут F-18. Я думаю, ту помощь и ту технику, в которой нуждаются наши воины, они сами об этом говорят. Главное, чтобы исполнялись их желания. Та мысль, которая сейчас есть, которую я терпаю из средств массовой информации, то, конечно же, нам не хватает самолетов современных, современного дальнобойного оружия, не только иностранного производства, но и нашего производства. Потому что оно есть, и хоть мы этого и не видим, но оно производится. И я надеюсь, что в ближайшее время этот вопрос будет решаться. Очень нравится мне, Роман, как украинцы говорят, Т-18 давайте, еще F-16 у нас нет. И я подумала, чушь так скромно, следующее поколение это F-35 может было сразу туда метить. Хотя, друзья, большая проблема с F-18. Давайте остановимся на F-16. Мы видим, Роман, что, скорее всего, люди, которые не так часто смотрят наши с вами выпуски, где мы с вами и раскладываем по вооружению, по сложностям, по трудностям, с которыми сталкиваются силы обороны. Кажется, что как будто бы есть на сегодняшний день оружие уровня геймченджера, который изменит все. Действительно ли это так? Давайте еще раз очень коротко скажем нашим зрителям. Действительно стоит ли надеяться, что одна ракета или один самолет, ну не в буквальном смысле, конечно, один, а что это нам поможет сокрушить настолько, к сожалению, большую и сильную армию? Авиация в достаточном количестве, она вытянет на себя где-то две трети боевого поражения, которое можно наносить по противнику. Две трети. То количество вооружения, которое есть и которое может нести даже тот же F-16, достаточно для того, чтобы действительно сломить российскую армию в том состоянии, в котором она сейчас на данный момент находится. Но для этого надо достаточное количество, около 10 эскадрильей. Это эскадрилья 12 самолетов, это около 120 самолетов. Вот тогда это будет геймченджер. А если это будет там несколько пар, ну они создадут какую-то положительную динамику на каком-то участке фронта или там прикроют какой-то из малых азимутов в режиме ПВО, но не более того. Поэтому количество, количество, во-первых, раз. И второе, то та номенклатура вооружений, которая может прийти с этими самолетами. А это где-то нам надо около двух десятков таких модификаций и авиабомб, и ракет для того, чтобы опять же сломить, переломить ход войны. Плюс надо не забывать. Надо все-таки возрождать военно-воздушные силы Украины. Пока авиация у нас находится в подчинении, начиная от ментов через МЧС. То есть у нас авиация, есть отряды, которые подчинены МЧС, а потом, которые подчинены МЧС, подчинена служба чрезвычайных ситуаций, подчинена Министерству внутренних дел. У нас эти проблемы однозначно будут. Так же само у нас авиация. У нас авиация в составе воздушных сил ВСУ. То есть авиация подчинена воздушным силам, воздушные силы подчинены ВСУ, Генштабу. То есть такое дальнее подчинение разорвали ВВС как таковое. Надо восстановить систему управления, восстановить вид войск, военно-воздушные силы. Они должны стать основным тем коньком, на который нужно уже будет навешивать все остальные. То есть основным паровозом, как угодно это можно сказать. Пока у нас не восстановятся военно-воздушные силы, у нас будут проблемы даже и после того, как мы получим достаточное количество самолетов В-16. Потому что они будут выполнять вспомогательные функции. Не основные функции, а вспомогательные. Вспомогательные для системы ПВО, вспомогательные для наземных операций, вспомогательные для МЧС или МВД. То есть чего угодно, только не выполнять функцию паровоза. И тогда не будет геймчейджера. Тогда это будет просто принеси-подай, не более того. Но только быстро. Так как самолет летает быстро, вот принеси-подай, будет вот это быстро. Больше ничего. Ну, по всему, по крайней мере, уже на бумаге у нас есть треть от необходимого количества авиации, о которой вы говорите, Роман. Ну и я надеюсь, что Валерий Залужный вместе с Тони Радикиным, когда они пили односолодовые виски на границе между Польшей и Украиной, как раз и этот вопрос они тоже обсуждали усиление нашей авиации. Роман, спасибо большое за то, что были гостем нашего эфира и, как всегда, за невероятно интересный разговор. Спасибо большое. До свидания.